И так, ну что ж, ариару, мои маленькие любители, покушать, и это великолепная сборочка с модом 3. Как я люблю это говорить, как всегда об этом говорю, за кадром произошли гигантские, очуменные и невероятные изменения. Я за кадром, да, готовился, да, много готовился, и в принципе ничего такого не произошло, чего бы не могло произойти. Здесь я выращиваю фермы деревьев, здесь тоже фермы деревьев, здесь тоже фермы все деревьев. Здесь я облагородил всю нашу посадочную платформу, здесь у нас растут всякие агрокультуры из мода на ферму. Там капуста, томаты, лук, пшеница, которая нужна для размножения коров, обычный сахарный тростник, который тоже много где используется, и обычная картофелька, которой я пользуюсь в качестве еды. Чуть ниже у меня вот здесь вот в озере организовалась большая достаточно по размеру ферма ламинарии, не так, чтобы она сильно нам была нужна, но иногда пригождается, и в качестве альтернативного варианта, пока мы не сделаем что-то более автоматическое, пускай здесь растет. Как вы можете наблюдать, дом у меня тоже преобразился, благодаря тому, что у меня было вдохновение на что-то построить. Не сказать, что это прям получилось красиво, я хотел сделать что-то типа средневековой избушечки, я надеюсь, что у меня вышло. Здесь как бы получается черновой выход нашего дома, здесь у меня находится небольшая такая зачаровательная станция, которая мне пригодится, когда я надыбаю 30-й левел, но пока мне до этого далеко. Здесь же у меня просто обычный такой домик, избушка получилась, старался я делать в русском стиле, наверняка у меня это не вышло. Здесь у меня типа печка, ну не знаю, получилось конечно невзрачненько, но зато это мое, да, я построил, и пожалуйста, пишите об этом комментарии, что вы об этом думаете. Я знаю, что это выглядит немножко кринжово, но что поделать. За кадром я много готовился, я даже понадобил много разных вещей, именно то, что я их находил, бегая по миру в разных локациях. Также я нашел очень много чего интересного, сейчас моя карта локации выглядит примерно таким вот образом. Здесь я нашел даже себе жителя, то есть здесь есть вот такая вот то ли избушка, то ли иглу, тут житель, и тут житель. Этих двух жителей, которые там у меня спрятаны, я вылечил, то есть там был зомби житель, я его вылечил и начал с ним торговать, но об этом как-нибудь в другой раз. Главное сейчас у нас на повестке дня это мод Креэтио, которым мы и хотим с вами заниматься. Я напомню то, что с прошлой серии у нас в обзорной главе лежит кладка приготовления, которой мы должны были заняться. Здесь как бы уже стоят галочки, что конечно непростительно. Но с другой стороны, я здесь сделал всего лишь вот этот вот плавитель, который нам понадобится, когда мы будем что-то выплавлять из мода Тинкер Констракт, которым мы будем заниматься чуточку позже, потому что у нас сейчас банально нету материалов, которые мы могли бы плавить. Здесь же у меня был найден Жернов, который также нам понадобится из этой модификации, вот он. Для него крафта в принципе ничего такого не нужно, чего бы у нас не было, и его мы тоже могли бы скрафтить особо без проблем. А вот с остальными у нас будут большие проблемы. Как мы можем помнить, с прессом у меня была проблема, то что банально не хватало у меня железа, но я железо нашел, по большей части я его находил в данжах, чем в шахтах, но тем не менее оно теперь у нас есть и мы можем его скрафтить. А остальные вот вещи, которые здесь у нас представлены в линейке, требуют каких-то суперских вещей, которые пока что мы не можем сделать без пресса. Например, нам нужно лезвие пилы и пропеллер. А лезвие пилы и пропеллер, как ни странно, требуют железных листов, которые крафтятся как раз на прессе. И первым же делом, конечно же, мы должны этот с вами пресс сделать. Вот у нас самый механический пресс, и если мы удержим клавишу С, то мы увидим вот такую суперскую анимацию. Я не могу никак не нарадоваться тому, что оно здесь вот представлено, как оно описывается здесь. Подробное описание всего и все предоставлено, и просто крышесносно выглядит этот мод. Говорится то, что тут есть конвейеры и так далее. Но, к сожалению, пока мы к этому не дошли, и нам пока и до этого далеко. Чтобы приводить этот пресс в действие, нам нужно с вами сделать, соответственно, привод какой-либо для этого пресса. Есть парочка вариантов, допустим, мы можем приводить его в движение с помощью энергии ветра, или с помощью энергии воды. Все-таки я предлагаю заняться именно водой, и для этого у нас есть такие вот водяные колеса, которые добавлены этой модификации. В принципе, крафт у них достаточно легкий, и с этим особо проблем у нас не должно быть. Тем более, что парочка больших шестерен были мною до этого залутаны. А в принципе, крафт у этих шестерен вообще не представляет ничего сложного. И три водяных колеса у нас теперь успешно появились. Замечательно. Так, также мы можем с помощью кнопки С посмотреть, что здесь происходит, как это все происходит, лопасти колеса и так далее. Это все великолепным образом. Я уже посмотрел, насмотрелся этого всего, и хотелось бы организовать себе вот здесь вот некое подобие этого всего безобразия. Мне также очень сильно нравится дизайн моей печки. Хотя бы потому, что у меня получилось более-менее реалистично организовать тот факт, что персонаж спит теперь наверху этой печки. Ну да ладно. Ага, колесо у нас в принципе будет вращаться, то есть в эту сторону. То есть если я выливаю сюда в воду, то колеса уже пошли вращаться. Я думаю, в принципе, этого будет нам достаточно в качестве вращения. То есть здесь у нас есть три источника, которые все нам здесь сломали. А почему так? Не знаю. Но вот так вот все вроде нормально работают, и валы передают энергию вроде более-менее аутентичненько. Так, и вот здесь вот получается мы получаем выходную мощность этих самых валов. Теперь эту мощность мы должны передать каким-то образом на механический пресс. То есть мы должны вот сюда вот подвести эту самую мощность вращения. Мощность вращения мы можем передавать с помощью обычных шестеренок или коробок передач. Пожалуй, я парочку коробок скрафчу. Они делаются очень просто. А коробки передач, в свою очередь, будут у нас просто менять пусть вращения. И также мне нужно сделать с вами депо, без которого не будет работать вот этот вот наш пресс. И осталось мне сделать парочку элементов, которые позволят нам, допустим, как-нибудь более единообразово передавать энергию вращения. А именно наши валы и шестеренки. И теперь нужно это как-то все структурировать и вообще примерно объясниться, как это все должно находиться. Допустим, это будет вот таким вот образом. То есть мы должны вывести энергию вот отсюда и подать ее сюда. Я могу, допустим, вот сюда сделать шестеренку. Потом на эту шестеренку поставить еще одну шестеренку. Вот сверху, да. И с помощью вала я подам сюда энергию. И что-то должно было пойти работать. Я не знаю, но как бы оно сделалось, оно работает. И посмотрите просто, как это выглядит очуменно. Мы могли бы, кстати, использовать вместо маленькой шестеренки большую и сверху маленькую. Тогда мы изменили исходную скорость на валу. И тем самым изменили бы скорость пресса. Но пока мы этого делать не будем. В итоге, что нам нужно, по идее? Из железа сделать каким-то образом железные слитки. Я, получается, тыкнул сюда. О! Пошло, пошло! Ха-ха-ха! Оно пошло делаться, ребята! Да, это медленно. Да, это не особо эффективно, но это работает. Я забираю отсюда сразу железные листы. По идее, потом я их смогу делать в более легком масштабе. Я смогу их просто брать и выплавлять благодаря моду Тинкер Констракт. Но из-за того, что тут что-то изменилось и не совсем все делается так же, как и в прошлый раз, на предыдущих версиях я имею в виду, я буду разбираться в них чуточку позже. Теперь я хотел бы попробовать поэкспериментировать и немножко видоизменить механизм. Я хотел бы поставить здесь большую шестеренку. Теперь это выглядит вот таким вот образом. Я не знаю почему, но мне шестерни просто безумно здесь нравятся. Все крутится, вращается. И мы можем с вами видеть то, что соотношение в принципе поменялось. И у нас сейчас, по идее, должна была скорость увеличиться примерно в два раза. У нас здесь еще для одного механизма нужно 4 слитка. Это можно сейчас посмотреть. И да, посмотрите, оно стало гораздо быстрее. Ну, по крайней мере, по моим субъективным ощущениям, это работает гораздо быстрее и гораздо лучше. Это просто вау. Я не перестану повторять это. Мне очень сильно это нравится. Нам нужно с вами, по идее, доделать то, что мы еще не доделали. То есть мне нужно сделать лезвие пилы. В принципе, для лезвия пилы не нужно ничего такого сложного. Она у нас как бы есть. Самый сложный это свинец, но его просто легко дойти в шахте. И вентилятор. То есть пропеллер. Мы с вами тоже делаем. Теперь нам нужно снова это все соединить. На улучшителе снаряжения мы делаем вентилятор в корпусе. И также мы делаем механическую пилу. По идее, это все, что нам нужно. Так, вентилятор в корпусе. Что ты нам позволяешь делать? То есть ты будешь благодаря чему-то что-то дуть. Проходящий через лаву воздушный поток становится горячим. И, допустим, если я помещу сюда руду, она будет плавиться. А это интересно. Если разместить под данный блок источник огня, допустим, если мы разместим на зерек, подожжем его, то мы сможем получать энергию вращения. И это интригует. Крафтится он достаточно легко. Я думаю, если что, мы сможем еще скрафтить. И его можно будет использовать вкупе с механической пилой, которая позволит нам рубить дерево, если я все правильно помню. Вот об этом я говорил. Пила будет при подаче вращения рубить деревья. Нам нужно только подумать, как только собирать все то, что выросло, и как это обратно потом сажать. Но об этом мы будем думать как-нибудь потом. И, в принципе, это не важно. Так, для квеста нам не хватает всего лишь двух вещей гаечного ключа. Но это тоже легко делается. Нам нужно лишь золото. У меня есть золото. У меня есть золото. Супер. Сейчас мы сделаем. И гаечные ключи мы тоже с вами получаем. По идее, с помощью него я смогу вращать компоненты и разбирать их. А последнее, что мне останется, это механический смешиватель, для которого нужен венчик и машина. Которую у меня, к сожалению, нету. Еще одной. Но ничего страшного, это сейчас мы сделаем. Для венчика нужно еще пять слитков железа. Да, у меня железа не хватает. Мне кажется, это идеальная возможность сейчас проверить, как будет работать вот этот вот вентилятор в корпусе. Нужно подать сюда, получается, кинетическую энергию вращения каким-то образом. Так, его я запитал. И он, да, он как-то очень слабо отталкивает вещи, предметы. Но мне это не особо важно. Скорость, мне главный результат. То есть лава должна стекать сюда. И вот сюда, вот, допустим, у нас будет приходить предмет для плавки. Лаву я сюда вылил. Получаю я горячий поток. Возьмем немножечко сейчас руды. Ну, давайте железо. Мне его не жалко особо. Возьмем штучек. Так. То, что оно разлилось, это плохо. Главное, что сейчас у нас есть небольшое такое пространство, куда можно кинуть руду, и она будет пережариваться. Пережарилось. И из восьми слитков получилось... Я не посмотрел, сколько у меня было кусочков до этого. А, вот, 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 вот. То, что мне нужно. То, что я хочу видеть здесь. Из руды я получаю три кусочка. Во время как при обычной переплавке я из руды получаю тоже три кусочка. Эффективнее это, я бы не сказал, быстрее, чем в печке. Да. Поэтому я не знаю, насколько можно это здесь сейчас себе использовать. Так, получается, венчик я тоже создаю здесь себе. И получается машина плюс венчик. Механический смешиватель. Тем самым я завершаю квест приготовления. Дальше мы, в принципе, подошли к большим стремлениям. Начинаем начало первой главы. И, в принципе, здесь написано то, что мы должны автоматизировать лес. Сделать ручной сбор андезита из бедрока. Сделать улавливатель осадков. Создать фильтры, которые будут получать песок и подводный сад. И тут пишется то, что мы можем автоматически как-то собирать ламинарию благодаря комбайну. Хорошо, я пока не знаю насчет ламинарии, но я думаю, что улавливание осадков мы сделаем легче всего с помощью фильтров. То есть, допустим, вот есть у нас песок и вот этот самый фильтр, с помощью которого мы смогли бы все собирать. Вот она самая база. С помощью железной решетки андезитовой машины она делается. Нет, я не согласен так много железа тратить впустую. Должны быть способы как-то увеличить его количество, которое производится у нас. Есть один способ, я по крайней мере нашел способ увеличить, по крайней мере удвоить то, что мы с вами сейчас имеем. Смотрите, то есть я имею ввиду, мы могли бы кидать жернов железа. Из жернов мы получаем железную пыль. Железную пыль мы потом промываем и получаем кусочки. Пока что это, на мой взгляд, самый эффективный здесь метод получения железа на данный наш момент игры. Так что оставляем пока что его. Между прочим, вот здесь вот как раз нам и понадобится вот эта вот коробка передач, которую я подсоединил к шестеренке. И которая у нас будет передавать вращение на наш жернов. Если я здесь еще одну шестеренку, получается, подключаю, то все должно начать вращаться. Теперь мне нужна сама руда. Так, я ее как должен закинуть сюда? Вот так вот. Просто закинуть, хорошо. Спустя какое-то время этот жернов должен мне выдать то, что мне необходимо. А вот уже, кстати, первая пыль. Ну, я бы не сказал, что она как-то долго делается. Приемлемо, приемлемо. Я должен, получается, с помощью воды эту пыль промывать. Так, по идее, я должен сюда вот кинуть железную пыль. И она как-то должна промыться, надеюсь. Вот они, железные слиточки мои. И как раз, я думаю, плюс-минус в два раза получилось их увеличить количество. Железа нам потребуется гигантское количество, так что придется, я думаю, его вот этот вот стак весь использовать. А иначе просто у нас не получится ничего сделать, я думаю, толку. Так, прутья для решетки я сделал, а значит, я сделал с вами вот эту вот базу. И теперь мне нужно сделать ниточку. Для нее нужны холсты, которые делаются из соломы. И все, это единственный способ. А как мне солому сделать, у меня прошу прощения? Резание ножом травянистых растений и культур. То есть, мне нужен какой-то нож. И теперь я должен им трубить. А вот, да, трава какая-то выпадает. Так, фильтр я тоже себе делаю. По идее, это же фильтр называться должно, да? И я его должен разместить, если я все правильно понимаю, обычным вот таким вот образом. И он у нас спустя какое-то время будет расходовать этот, конечно же, фильтр. И тем самым собирает нам какие-нибудь рандомные ресурсы, в том числе и песок. Таким образом, можно считать то, что вот этот вот квест к уловлению осадков выполнен. И с помощью вентиляторов песок можно перерабатывать в глину. Я пока к этому не готов. Я бы хотел сейчас, в первую очередь, начать себе автоматизацию всего и вся. Сейчас, в принципе, достаточно легко понять то, что я хочу наладить автоматизацию фермы железа, которая у меня здесь есть. Хотя бы полуавтоматизации, которая у меня здесь возможна. Я подозреваю то, что просто дерево, которое у меня здесь выращено, не работает за данной модификацией, поэтому мне ни с одной из сторон не удается его пилить. Эй, возможно, все не так просто. Кажется, я понял, как это работает, и немножко не так, как хотелось бы мне это все должно работать. Я пока очень сильно отстаю в развитии этой модификации. Мне нужно почитать еще парочку гайдов и подготовиться еще более усиленно, я вам скажу, к дальнейшему развитию этой модификации. И знающие люди уже давным-давно голову пробили от фейспамов, от того, что я здесь натворил. В следующей серии я обязательно изучу литературу и как правильно это все строится, и как правильно это все делается. Ну а пока на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было, как всегда, ваш поклонслуга Мамору. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok